Всем привет! Продолжение моего репортажа со слёта блогер под рюкзаком в экопарке Яснополе. Посмотрим, поговорим. Такие вот тут ламы. Покормить нечем. Вот она 100% хочет пожрать. И выходим на ресепшн сейчас и поедем в магазин. Эй, весело! Он сказал, разговаривай! Это мы запикаем, вот здесь смотрите. Ну короче, ребят, с этого дня канал своим ходом решил вообще не путешествовать. Мы теперь будем снимать спорт-услуги, как всякие массажные салоны в Питере и Москве. Я думаю, что будут заходить, потому что просмотров мало, набирая travel-контент, так что ну его нафиг. Я вам серьезно говорю, это будет самое увлекательное, причем большие деньги можно монетизировать, это качественно. Соответственно, здесь есть Wi-Fi, конный двор. Не боли Wi-Fi, Димон. Не боли. Outdoor time. И крышу. Вот эта вот палка служит, я так понимаю, для открытия данного окна. И вот оно там, в защелках. Могу отметить, что где-то с 7 утра начинают мекать козы. С 7.30 козы и коровы. А живое тут с Владиславом, у которого сумка Q-Edition, кстати. Может быть, обзор запишем на нее. Даже две сумки Q-Edition. Жок-контент, Люба с похода, с похода куда мы ходили? В Адыгея маршрут. На гору Фишт. На гору Фишт. Мы поднялись на нее. А вы уже здесь. Вот они прям вот, как будто такую секунду уже начинают. Соответственно, у Дениса рация, покажи-ка, в Ауфинг Мини. Обязательно на нее обзор опубликую в ближайшее время. Очень неплохая рация. Удавалась связь проводить Дениса на 2,5 километра. Но по прямой. С прямой видимостью, да. Я на тачке отъезжал специально. На 500 метров, на одну веточку канат. Я всегда беседую и знаю, что она связывается. Спасибо. Денис будет кушать и слушать лекцию. Красота. А я сейчас пойду, наверное, на завтрак и поем там. Так вот выглядит столовая. Значит, в данном случае, ну, здесь интерьер. Типа вот эта печь. И здесь еда. Хочешь от метана снимать? И есть еще второй этаж и терраса на улицу. Андрюха, здорово. Ага. Давай. Ну, помахай, ну, что ты? Не хочет махать. Какая-то мини-кухня для развлечения детей, пока родители завтракают. Соответственно, здесь можно выйти на улицу. Вот такой завтрак у нас сегодня. Да-да, я даже в детстве больше ел. Ну, этот завтрак не самый большой. Да, понимаешь, это проблема всех таких мест, короче. Помнишь тогда, в прошлом году тоже самое было? Ни хрена еды не было. По-моему, это минус. Поешь помидор, смотри, ты там помидорчики. Очень мощная ботва у помидор, но что-то сами помидоры не так много. Их надо прищипывать, как бы. По еде мне все понравилось, но порция каши была, например, не очень большой. Но тут еще оладьи. То есть, если бы завтрак состоял только из каши, я бы таким не наелся. Ты просто хейтер. Это просто косяк всех этих мест, эти инфиги, правила, потому что босиком надо ходить. Ходить надо в тапочках. Они нет моего размера. Ты видишь, смотри на мои ноги. Надо, чтобы придумать такую. Ну, что поделось. Блинчики были неплохие. Андрей, блинчик. Что там? Да, все нормально. Вкус того, всего, хорошее. Но количество. Главный корпус, в котором находится столовая. Здесь, соответственно, если пройти туда, то идем к куполу. Для небольшой кампании, также в случае дождя, можно и прямо под куполом проводить какие-то мероприятия. Что это все-таки населенный пункт, и туда все-таки ездят какие-то машины. То есть, там нету такого, что вообще целина. То есть, вот как Богдан, они ломились на Диксон, там просто целина. Там ничего нету. То есть, там берешь лопату и сам себе строишь дорогу. Старая камера. Ее уже 6 лет. Это уже старого поколения. У нее нет ни ночного, ничего такого. Ну да, смотрите, ребят, камера Андрея Прота. То есть, достаточно древняя камера. Но аккумулятор не просто двойной, как, например, у меня сейчас надет на камеру. У меня двойной аккумулятор, немножко выпирает. И он обеспечивает там 2,5 часа съемки. Здесь аккумулятор четверной, наверное, обеспечивает 7 часов съемки. Только что в этом убедился, открыв и посмотрел. Это уже на нее снимали. Да. А так 9. А так 9 часов. Вот это для блогера намного интереснее. Ну и штатив струбцина. Удобно держать, меньше треска на руках это все это дело. Есть разные места с разной энергетикой. Потому что, ну действительно, земля, она, ну как бы не просто кусок камня, который там что-то растет. Действительно, есть разная энергетика, есть разные какие-то потоки, да. Есть разные ощущения. Это все есть. Другой вопрос, что одни места их намеренно как-то распиаривают, раскручивают. А другие места, есть вот такие же места силы, где вы тоже подзаряетесь, но их кто-то не знает. И вы просто сами походите, вы эффективно это место, может быть, для себя даже найдете где-то. Вот это маленький передатчик наш, который идеально подходит для тех, кто не хочет разбираться там со сложной системой приема, декодирования сигнала, с 8 каналов связи. Немножко чудит сейчас костерок, еле-еле тлеет вчерашний. Ну и здесь на сене тусовочное место. Мне кажется, это пожароопасно тут ночевать. Согласен. Ну пожароопасно, да, но экологично. Тепло, наверное. Рубрика «Мажорные стоянки». Там дрова, кстати. О, здесь уже заросший поддон вообще. Даже под гнучником. Как и тут. Дровишки. Кстати, смотри, стоит замечать, чисто сушины тут только одни. Да. Трежу дерева нет. А, нет, вон есть какие-то древни. Может быть, удалять деревья, которые не нужны. Да, в основе это сушина, все. Дровишечки. И куда-то ведет тропинка, прям там. Лещина. Орешник. Да, и тропинка в лес. Ну, тут хороший лес. Вот я сейчас иду без подлеска. Красиво выглядит. То есть, где нету трав. Меня напрягает, знаешь, только одно. Широколистренный лес. То есть, клены. Что тут еще? Липа. Вот это вот все. Вот это вот орешник. То есть, тут и орешков, наверное, можно покушать. Вот они уже в ржавевшие такие. Вот это вот боевой велосипед. Да. Сколько всяких рычажков. Руль, бабочка. Триндец. Педали контактные. Тоже круто. Я всегда стараюсь уходить куда-то в дальняк. Потому что у всех люди с разных регионов, разные часовые пояса и у всех разные ритмы в жизни абсолютно. Кто-то там до полночи чая пьет, кто-то там под гитарой играет, балдеет. Человек очень грамотно сделал. Встав он там, в далеке под яблоньки. Смотри. Один вообще. Круто-круто. И самое что главное. Мы с тобой уже говорили о пожарной безопасности. Если там что-то пыхнет, ты представляешь, сколько людей может пострадать. Человек у тебя стоит отдельно. Кому никто не мешает. Пойдем мне поспрашивать. Я вчера хотел так сделать, но мы встали просто вот с этой палаточкой. Да, тоже. И никто не храпит, не мешает. Да, то есть ты спишь спокойно, никто не ходит. Тем более, как у меня место, туалет. Все же идут, я же слышу. Ну или там другие звуки какие-то, сдаются. Ну, слышим-то все. А тот, кто отдельно встал, вообще нормально. Удобно очень. Мы только что отговорили, кстати, о выборе места для коллективных каких-то тусовок, что где-то встать отдельно, а тот, кто влагировать. И как эта идея вообще в голову пришла? Мне пришла в голову идея тень. А, ты просто в тень ушел? Да, потому что получается, что из трапа проснешься от жары. Поэтому я к тени ушел. А тебе шум, я думал, тебе шум просто мешает, чтобы не... А, ну тут-то он не долгий, а там... Да нет, я больше ушел, потому что из-за тени за дерево. Вон как. Ты откуда сам приехал? В Москву. А, ты с Подмосковья? А ты блогер или просто путешественник? По России или... Ну я по России, да. Вот здесь небольшой проектик сейчас будем делать. На ютубе все? Ну, ютуб, ну вообще фильмы хотим снять. А, вон как. Да, я уже заколебался. Слушай, а у меня тоже шнурки вот на ботинке. А, вот у меня превосходят все. В каких-то штукенциях. Так вот, давай продолжим мысль. Ты говоришь, интересно, встал ли кто-то вот в листочке. Да, да, да. Вот это в тему, потому что здесь много солнца. Здесь, когда плюс 30 жара, наверное, жарко вставать. Поэтому, скорее всего, лучше... Круто было бы встать с палаткой вот здесь вот в Березничке. Здесь классное место в тени. Лагерь находится там. И здесь с утра вот такой вот вид. Но, опять же, здесь уже только гулять и посещать. Потому что, если палатки можно будет ставить везде, где хочешь, то будет вот так вот. Палатка, 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 палатка и так далее. Это яблони какая-то с мелкими яблочками. В поле высажено. Вообще, отмечу, что год достаточно сухой. И уже сентябрь. Поэтому трава желтовата. И в Ленобласти тоже очень сухой, жаркий. Вот этот вот год. И здесь. Смотрите, какое сухое дерево. По форме крона похоже на иву. Странно, что его не вырубили. Может быть, типа, оставили для биоразнообразия. Не знаешь, там, типа, чтобы тоже жучки, тоже плодились. Да-да-да. Ну, выглядит эпично. Это на самом краю находится. И там дальше такой обрывчик. Здесь посадки. Ну, все достаточно сухое. Дождя давно не было. Там вот какое-то собрание интересное. Тоже у народа качели. И вот так это выглядит днем. О, инсталляция. Вот на этой машине сейчас привезли дрова к палаточному лагерю. Так, заметил я тут Фальнивин F1. Китайскую копию. Причем, мне кажется, она в обухе даже потольше, чем оригинал. И клинок, короче. То есть этот нож точно не является холодным оружием. Этот нож заказан он был с Алиэкспресса. И нормально доехал? Через таможку, через все? Да, все нормально доехал. Было, в принципе, еще была копия Моры заказана. Вот эти два ножа, они приехали. Абсолютно используются до сих пор. Что Мора, что этот нож. Издевательств с ним было немного. Им всего-навсего было расколото несколько пеньков дерева. В прямом смысле, как топором. При помощи деревяшки и клинка. Ну, какой свинокров. То есть, вполне неплохо колет. Я тут вижу, эта версия, кстати, с подводом. Это не в линзу несовведенная. Нет, это не в линзу, да. Мне кажется, все-таки Мору можно оригинальную купить там за 600 рублей, а не заказывать с Алиэкспресса. А такой нож с Алиэкспресса, это хороший очень заказ. Хорошая покупка. Я не знаю его реальной цены, честно говоря. У него был сертификат. Сертификат был. Фига себе. На русском. Да, он был сертификат на русском языке. Он дома лежит о том, что он не является холодным оружием, и все его характеристики. Да, по длине клинка. Такой тоже мог бы сертификат нарисовать. Не, ну, все равно. Хороший нож. А вот этот нож используется больше как рюкзачный нож, или носится на поясе в том числе? Нет, он используется только как рюкзачный. То есть я его вожу с собой, так как я велотуризмом увлекаюсь. Поэтому он ездит в бауле всегда. Спасибо. Вот здесь вот какая-то интересная зона, детская площадка. Домик. Там канал своим ходом. Сейчас мы подойдем, посмотрим, чем они занимаются. Вот работа блогеров. Своим ходом. Так, здесь зона компании Кува. Сува. Как она правильно считается? Кува. И она занимается подарками в коробках. Вот канал своим ходом. Расскажите вы про них. Смотрите, здесь такие классные коробочки. В каждом коробочке есть подарочный сертификат на отели в области, в Московской области и в Ленинградской области на спа, посещение и отдых в отеле. Я, конечно, немножко криво рассказываю, потому что я здесь не работаю. Но, тем не менее, это очень классно, когда вы хотите кому-то Да, и когда вы дарите этот подарок, у обладателей этого подарка есть возможность выбрать из огромного количества разных отелей отель себе по душе. Поэтому классная идея. И время тоже любое, да? Да. Время любое. Два года. Два года. Два года действует. Да, два года действительно сертификат. Вот, смотри, здесь можно разное наполнение сделать. Надо подснять. Вы выбираете, там, мох положить, можно пробки, это если мужчине дарите, да, или конфетки, если бабушке. Или вот такую штучку, если ведьме какой-нибудь. Вот и отправить его отдыхать. Классно провести время в выходной войну. Все. Трусы у меня такие есть. Ну и татуировка LG, как титульный спонсор Захара. Итак, друзья мои, Андрей у нас в кадре и его классный рюкзак. Да, рюкзачок хороший. Тоже обзорчик тут на него снимал, потому что очень прям, я понял, что надо поделиться именно тем, что у меня этот рюкзак, с которым я уже вот несколько лет хожу, во все поласки всякие разные. Он много чего, конечно, пережил. Вид у него такой довольно подушатанный, но до сих пор как бы жив целый орел где-то, с какого там, я не помню, с 15-го или с 16-го года его таскаю. Просто это и метро, и объект, и в общем, все что угодно. Он переживал на моей спине, на плече, в общем, что только какие-то приключения мои он на самом деле не застал, и многие на самом деле даже не засняты на камеру, потому что их лучше просто снимать на камеру, а что-то где-то он не светился в видосах. В общем, верно служит, хорошо. Рюкзак новатур тактика. Что может случиться? Всегда хорошие модели любят снимать с производства. Главное, чтобы они эту не сняли. Да вот, слушай, есть такая вида, я надеюсь, что все-таки придет еще мне на обновление, скажем так, новая тактика. Ну, как бы пока лучше всего, потому что реально очень классная модель. Я смотрел другие рюкзаки, и пока я просто не могу понять, что мне лучше всего подойдет, потому что реально универсальный рюкзак, то есть для повазок, для городских походов, там просто тупо даже в магазин сходить. Понятно, что он не туристический, он именно вот такой вот, по каким-то конкретным выходам, выездам, как я обычно рассказываю. Смотрите, у меня, допустим, вот этот рюкзак, в этот рюкзак входит комплект съемочного различного барахла, который просто удовлетворяет все мои потребности. Это кейс с квадрокоптером, запасными аккумуляторами, там, зарядкой и так далее. Сверху кладется зеркалка, дополнительный объектив, в боковой карман штатив, в другой боковой карман там что-нибудь попить, вот, в передний карман какая-нибудь там зарядка, пауэрбанк, там, фонарик, там, дополнительный, еще что-нибудь и, в принципе, а, ну да, и сюда в задний карман, который почему-то в полиции никогда не видит, да, можно какой-нибудь инструмент дестрой положить и, собственно говоря, это такой плотно упакованный комплект для того, чтобы попасть на многие объекты и качественных отснять. А скажи, не считаешь ли ты, вот мне, например, не нравится иногда мне пояс не нужен, он не отстегивается? Вот просто люто не запариваюсь, то есть, как бы, он очень мягонький, то есть, он мне вообще абсолютно не мешает, единственное, что нужно понимать, если я лезу куда-нибудь, там забор, там, ягаза какая-нибудь, да, то есть, это все либо подвязывается на спину, либо, ну, точнее, уже нормально крепится, либо просто защелкивается, чтобы меньше всяких деталей торчало и уже лезешь, но это, как бы, свои специфика, свои особенности, не напрягает абсолютно пояс от этого все и учится. Прокомментируй, пожалуйста, вот эта вот спина, эти лянки, у меня, например, они все время хвоя туда набиваются, грязь тоже. Ну, бывает периодически, да, но он тоже, как бы, я не так часто просто вот, что, прям, по лесу и так далее. У меня больше, знаешь, как бывает, ты приходишь, начинаешь вот просто вытряхивать отсеками, там, ржавчины металлической, там, еще там, песка какого-то, так далее, но именно так хвоя, чтобы я по этому поводу не особо не сталкивался. И главное, что на удивление, то есть, вот такая она мягонькая, вроде, какая-то ткань довольно нежная, но в то же время, как бы, вот, сколько она на моей спине, там, на плечах болтается, все до сих пор живо осталось. Ну, один был, была одна полоска, когда прям, вот, я его прям очень сильно ушатал, то есть, от своего его изначального состояния, вот видно здесь, да, уже такое, погоребанное, то есть, мне приходи, пришлось ползком, просто вжимаясь в стену, значит, ползти вдоль, ну, вот, грубо говоря, этой стены, она такая, там, ну, это в метро было, и я толкал рюкзак, это были очень-таки короткие движения, а там еще вода текла с песком, там, совсем так далее, но иначе было не вариант, потому что там датчики могли сработать, и вот пришлось где-то метров сорок, этот рюкзак вот так вот просто толкать, он набит там всяким разным съемочным барахол, соответственно, там, там, этот песок перед собой толкал, вода, в общем, мне просто его было безумно жаль, но лучше так, чем самому где-то приняться, и вот я как раз там подстачиваю немного, ну, прошло, там, года полтора, ну, или пока держится. После длительной эксплуатации выявился, ну, как сказать, выявился, на самом деле проблема, в принципе, всего, что имеет молнии, то есть, да, периодически молнии перестают работать, если у меня всякие эти мелкие молнии работают, то в связи с того, что основное отделение я часто нагружаю прям очень сильно, то нагрузка идет соответствующая, довольно-таки большая, и вот, как бы, одна собачка у меня бегает, а вторая, она уже, вот, пытается, как бы, вот, она пытается разойтись, то есть, она уже разошлась, ее, конечно, можно туда подпогнать, таком, зацепить, но она через какое-то время снова разойдется, я, конечно, сейчас пока на это просто забил, то есть, я просто закрываю с этой стороны, пока держит, но, ну, понятно, несколько лет рюкзаку и интенсивной эксплуатации, как бы, вот первым вылетел, скажем так, молнией, что там дальше вылетит, пока не знаю, все остальное, лямки, пока там ткань, это все держится, посмотрим. Важен его вид, конечно, что у него гражданский, спокойный вид, подойдет под любую одежду. Да, то есть, такой, как бы, вот, в милой няше, типа, меня даже не скажут, что сейчас я иду чего-нибудь куда-нибудь шатать и, в общем, там всякие, да, законы, привет, полиция, да. А скажи, пожалуйста, по боковым карманам, я, когда вот такие боковые карманы вижу, и там мне народ пишет в комментах, это все порвется, это разорвется, сразу же от залазов, вот эта нежная ткань, что-то у тебя все целое? Ну, не знаю, по мне, знаешь, на самом деле, это, ну, как пользоваться, естественно, если я буду его вот так, вот там по всему, так я его, естественно, быстро порву, да, и так, и вот видно, что не самые новые, подушатанные и так далее, но полторашки держат, штатив мой держат, то есть, ну, блин, логично, если я буду таскать что-то с острыми краями или там просто сверхмеры там набивать, он порвется, как бы, я таскал адекватные какие-то вещи, даже вот здесь сейчас кружка вставлена, кружка, как бы, имея так углой формы, ничего, в принципе, этому не будет, то есть, так, поэтому, ну, вопрос уже в эксплуатации и, как бы, в подходе к эксплуатации рюкзака. Спасибо. Шатать можно все, что угодно, и очень быстро, было бы желание. Понял, спасибо, спасибо. С нами был Андрей. МШ, Урбан Туризм, подписываемся. Ставим лайки, пацаны, заходим. Комментируем, да.